Всем привет! Вы на канале Заву Горщики. С вами Ренат, Руслан и Эмиль. Сегодня мы приехали на трамплины, чтобы прыгать с веревки. А прыгнули я или нет, узнаете из этого видео. Как туда прыгать-то? Так это же невозможно. Я боюсь высоты. Да это какая-то вообще нереальная тема, слышишь ты? Вот это уже интересно становится. Вот это уже эксклюзив. Мои кореша. Друзья мои, подарили мне сертификат на безбашенный прыжок просто в дно. Я его благополучно профукал, но, зная о моей очень сильной нелюбви к высоте, перезаписали меня. Сертификат продлили еще на полмесяца, блин. Буду прыгать или не буду. А я тут довольный зато сидит. Я сказал, что если веревка порвется, то мы заработаем. Ну, я заработаю на этом видео. Ну, оговорочки пошли вот эти. Короче, если че, я всегда буду там. Ренат слишком уверенно и быстро едет к точке назначения. У нас в походах все идет не по плану, а тут слишком гладко все. Давайте придумаем что-нибудь Ренату, какую-нибудь подставу, чтобы он сделал это. На такой прыжок я бы никогда в жизни не согласился. Приехали на трамплины сейчас. Руслан узнает точно это то место или нет, и как нам подниматься туда. 28 В, мы оттуда. Собака-бабака. Все, я найду, прям под колес. Спрыгнет ли Руслан с самого верха или нет? Оставляйте ваши комментарии. Спасибо. Ну, что, если смог, смог. Думаешь, я не смог? Тоже сможешь. Руслан, поделись, какие ощущения ты испытываешь. Очень неприятные. Вот и все. Ты еще не на краю стоишь. Я уже испытываю легкий. Ну, как легкий? Смотри туда. Ну, как-то же нам со своими страхами бороться. Ну, не так же. Вообще, это самая страшная жизнь, которую я, наверное, может быть и не совершу сегодня. Но, к хрицерой я буду очень близок. Руслан до ужаса просто боится высоты. В принципе, я тоже боюсь высоты. Я бы на такое, наверное, не отважился. Так что, под вопросом 50 на 50, что Руслан спрыгнет. Ну, надеюсь, все-таки спрыгнет. Мы на один шаг ближе стали. Приехал кассир. Он сейчас нас пустит наверх. Вот эта штука. Что-то я не выкинул. Я пытался, она возвращается. Он даже не горит и не мнет. Как кольцо всевластия. Да. В 2.30 вам будет удобно? Так, сейчас покоряю. Да, удобно будет. Все. Спасибо. Можно я у вас останавливаю? Ты сейчас точно где-нибудь пропускаю. А вы тут ни матраса, ничего нет. Где матрас? Ну, шокят вам матрас. Продлили нам время на 2,5 часа позже. Потому что наверху все обледенело, все в снегу. Надо проверить веревки, чтобы можно было это сделать. А нам нет. Пока ждем, съездим. Пару дел сделаем. И посмотрим, что будет. Ну, это точно кольцо всевластия. Как у вас здесь оказалось? Я надо выбросить. А мусорка есть. Киса Барбариса подраться хочет. Нельзя дужаться. Нельзя. А пока мы ждем того времени, когда нам подготовят площадку для прыжка. Мы будем делать бургеры. Сейчас будем их жарить туда. Пойдем, приготовим котлеты. Соус. Овощи. Никто не мог подумать, что найдем посох прямо дома. А что это такое за три? Нормальный посох, не ложный. Посох друиды. Плюс 5 к ловкости. И там вон, если в метлу вставить, можно улететь. Я хочу сказать, что в этом походе все иначе будет. Но это не поход. Все приготовили для бургеров. У нас есть вкусный красный лук, вкусные помидорчики, самодельный соус, сыр вкусный и булочки свежайшие. И мощнейшие котлетозы. Котлеты с индейкой и с говядиной. Почему сидит на безмясной диете Рина, а не ем мясо я? Кстати, да, я ем уже два года. Точнее, не ем красное мясо, а ем только птицу и рыбу. Раз ели бургеры из курицы. Сейчас я себе с индейкой взял, а остальные с говядиной будут кушать. Посидеть на дорожку. Мой брат приехал, говорит, да, решили посидеть на дорожку. Ринат сказал, поехали прыгать лицом в бургеры. Племянник забугорщиков, да. Если в гугл написать племянник забугорщиков, то появится Эмиль. Ты на объектив попал. Только что спустился с гор. Куда выходили? В казачье ущелье. Катались на снегокапе. Это по дороге на Кокжи-Лял. Мы так ходили, записывали поход. Где-то здесь посылка. Ну, скидывай. Все, есть? Нет. Подожди, подожди. Две минуты подожди. Почему? Чтобы остыло все. Нет. Все, я ем. Давай, что ешь. Если вы голодный, то отходите от экранов. Вы вкуснее этот или в Макдональдсе? В Маке вкуснее. Быстрее. Ох, он шептечет. Вкусно? Очень. Тройной бургер. Трипл. А что, ты только себе сделал? Я хочу... У меня лицо чистое? Да. Не зашло. Не зашло. Я уже устал есть, у меня рот болит. Мега бургер. Обязательно наверх идти? Конечно. Ты уже боишься подниматься? Да. Мне кажется, это знак. Это знак. Второй раз приезжаю, он говорит, что что-то не то. Сейчас администратора нет. Надо ждать. На момент прыжка, веревка не должна обвивать. Ты будешь смотреть, но тебе сообщат по-любому. Я сам сообщу. Да? Твоим родственникам. Ты маме сам скажешь потом, что... Что-то... Не-не-не. Что-то, три семерки, да? Я вообще Руслана на это не подписывал. Мы подарили перезартификат его, друзья. 30% людей, которые сюда приходят с сертификатом, они отказываются. И процентов 80, кто сюда приходит, это девушки. Девушки безбашенные. Ага. На третий этаж. Момент истинный. Вот если сейчас нажмем, у тебя вроде же не будет. Нет, не будет. Все, я начинаю снимать. Я написал все документы, договора, что никаких претензий не имеет, если... Ой, что за вид? По привычке-то думаешь, что он везет? А, по тебе когда-нибудь поедет? Прикольное ощущение. Это смотровая? Вышли на смотровую площадку. Как то здесь тесто? Вот такой вот спок, ничего не видно в городе. Там внизу матрас такой есть. Снега насыпали чуть-чуть вчера. На самом верху трамплинов. Вот это уже интересно становится. Это уже эксклюзив. Самый верх трамплинов. Здравствуйте. Вот сейчас вот начинается вот это вот свечочек. Да, я понял? Нет. Я тебя тоже подставлю. Я тебя тоже подставлю. Это очень страшно. Внизу это казалось не так страшно. У меня же колени трясутся. Реально причем? Трясутся ноги. Если б мишки были пчалами, то они бы ни по чем. Собрался? Разобрался. Разобрался, да. Ты вообще видишь, что здесь? Ты там стоишь за оградкой. А потом будешь приходить ко мне за оградку. Я туда не подойду на это. Японский бог. Я готов вернуться на пик память, знаешь. Постоять там. Давай. Сколько у меня есть времени, чтобы... Да ужасно. Это, блин, реально страшно. Можно меня выкинуть просто туда толпой? Могу с толпой. Собрался. Нет, реально собрался. Пожалуйста. Да я уже блевать хочу от страха. Время. Время, деньги. Если б мишки были пчелами. Секунд. Три. Две. Это не работает так. Ты можешь смеяться на 70%, а человек паникует и бегут. Жир, я был рад нашей дружбе. Взаимно. А что вы смотрите? Тут страшно. Тут я готов сертификат отдать. На бешформаку потом приходите, адрес скинут. Раз. Два. Три. О, на мать! Ти. да ей не страшно фигню я где-то яички потерял фу ты елухами-побохами саша козлина ужасно офигеть чтобы еще раз это сделал короче оставайтесь на канале пишите песни я пока отдохну ёшкин матрёшкин ну я кажется жизнь полюбил заново я хочу быть поближе к земле нафиг надо ё-моё я вообще на такие штуки никогда не лезу подарили я с тарзанкина не прыгал с балкона вниз не смотрю все это сделал красавчик долго конечно настраивался но блин это страшно когда полетел я думал будет вниз просто падать и приземляться то нет веревка была намного левее его получается такой был маятник да не не страшно это невозможно описать самый прикол в том что стоять и ждать реально страшнее чем сам момент прыжка когда ты прыгнул ты уже ни о чем не думаешь только вот этот поток воздуха и свободное падение перекрывает вообще дыхание ну и вылетает конечно из тебя всякое вот это словесное но ощущения прикольные он мне еще говорит на второй прыжок 50 процентов скидка я тебе не слушаю ла 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 короче вся эта фигня для вас потому что кто мы за бугорщики стоишь и смотришь вообще ужас вот вот так сжимается ребята просто еще беспросветно и самое страшное это вот сделать вот этот рывок но я не мог сделать даже шаг и вот вкопаны еще снизу вот эти люди подначивают ты ловишь маятник и на моменте когда тебя опять начинает вниз бросать снова перехватывает дыхание короче я я люблю тебя жизнь и сидеть и пиан ферридом и макарных кирилл и саги до баги агитуба кирилл и сидеть и пиан ферридом и макарных кирилл